Всем привет! Сегодня видео о покупках. Но до покупок я хочу показать бальзам, который у меня на губах. Это бальзам от Guerlain. Я его купила как просто обычный бальзам для губ. Такой он красивый. Смотрите на эту упаковочку. Очень мне понравилось. В принципе, это сыграло самую решающую роль в выборе этого бальзама. Я купила на замену своему вот этому. Это Armani. Он тоже с цветом, но практически незаметным. То есть это просто оттеночный бальзам. Это номер 3. Очень мне понравился. Можно даже было бы его повторить. Но я просто не люблю два раза одно и то же. Слишком быстро. Можно через раз. После него можно купить. Этот бальзам я купила точно так же. Подумала, будет он на смену ему. Обычный бальзамчик. Но он, посмотрите, такой цвет проявляет. И довольно теплый. А мне больше нравился холодный. Вот здесь холодный оттенок. Вообще, три здесь разных оттенка. Я выбрала именно этот холодный. Вообще, вишневые оттенки бальзамов мои самые любимые. Не знаю, почему в этот раз я выбрала его. Я выбирала на сайте. Я не видела его вживую. Поэтому я бы выбрала, наверное, все-таки его похолоднее, если бы смотрела так в магазине. Но почему я выбрала? Хочу вам сказать. Потому что я выбирала его в Ле Туаль. В Ле Туаль были бешеные скидки. И сейчас тоже до 80%. Поэтому я его купила. Он мне обошелся в 1286 рублей, по-моему. И там и так скидки. К этим скидкам у меня есть промокод. Промокод, дающий 8%. То есть, понимаете, я еще и, помимо того, что там была скидка, ввела свой промокод и получила еще дополнительную скидку. То есть, у меня вообще вот такой дешевый бальзамчик. Он стоит около 3000. А я его купила, считайте, за 1000 рублей. В общем, я очень-очень рада, что я его купила за такую цену. Он очень хороший. В общем, мне нравится. Смотрите, увлажняет губы, увеличивает. У меня здесь карандаш и потом этот бальзамчик. Единственное, что он немножко как тинт. Остается потом цвет на губах. Ну, это такой незначительный очень-очень цвет. Но, в принципе, и хорошо. Когда ты просто увлажнила губки, а у тебя еще и не с цветом. Вот. Хотела вам сегодня об этом рассказать. И похвастаться. И самое главное, сказать про свой промокод, что вы тоже сможете купить. До 30 ноября действует мой промокод. Поэтому вводите, переходите. Оставлю его под этим видео. И тоже заказывайте. Радуйтесь, так как я там много-много брендов, на которые есть скидки. И мой промокод действует от 1500 рублей всего лишь. Заказывайте на 1500 и получайте дополнительную скидку 8%. Так, ладно. Хватит об этом. Теперь о покупках. Покупка одежды. И самая первая покупка на мне. Это такой джемперс ветерок. H&M. Увидела его у Насти. Эта девочка есть такая блогер. У нее было все в голубом цвете. И внутри это водолазка. Я заметила именно водолазку. Я очень люблю такой цвет. Мне он нравится. Это красиво, освежает. И я решила у нее спросить, что это такое. Она сказала H&M. Я так удивилась. Попросила у нее артикул. Вам тоже оставлю этот артикул. Не знаю, останутся ли там еще размеры. Потому что вот этот мой размер XS. А у нее S. И я, честно говоря, вообще выбирала. Мне казалось, мне тоже нужна S. Но так как тянется, я решила купить себе все-таки именно XS. И стоит он 1500 рублей. Вот так. Там был еще один такой свитерок. Я вам покажу, если я не удалила. Мне он очень понравился тоже. Два даже. Но понравился больше этот. Он был вообще дорогой. 4500. Мне еще предоставили скидочку 10%. Можно было бы и его купить. Но два голубых свитера уже тумач. Решила не покупать. А этот мне очень нравится. И он такой приятный к телу. Я не люблю все колючее, я уже говорила. И этот мне прям очень понравился. Здесь такие необработанные края. Он не длинный. Прямо вот, знаете, под брюки на талии, которые будут идеально. Иногда просто невозможно в брюки заправить водолазку. Потому что она там торчит. Не очень красиво. Это прям идеально. Еще у нее есть такие разрезики по бокам. В общем, она мне всем понравилась. Единственное, что она немного увеличивает тебя в размере. Ну, мне это не страшно. Потому что я худенькая. И мне больший размер не помешает. Ну, вот. Вот так. Когда я такие вещи примеряю, я все время думаю, мне, пожалуй, пару ребер удалить не помешает, чтобы быть такой постройнее еще. Ну, ладно. Это только лапша так действует на меня. И мне еще нравится, что здесь вот такой вот воротничок. То есть он не совсем такой под горло. Он где-то вот так на серединке. И вроде бы как водолазочка. В то же время нет. Ну, мне он очень понравился. Смотрится симпатично. Покажу вам его поближе чуть-чуть. Посмотрите на эту ткань. И пишите, что вам нравится о H&M. Это, кстати, моя первая покупка. Никогда раньше ничего не заказывала, не покупала. И вот интересно было познакомиться. В принципе, это удачная покупка получилась. Я однажды только была, кажется, в Волгограде или в Астрахани, не помню, в каком-то из этих городов. Зашла в H&M. Это было что-то ужасное. Там не было ни одной приличной вещи. Просто я оттуда вышла, мы были с подругой, мы вышли, просто посмотрели друг на друга, что это за ужас. На самом деле на сайте очень много хороших вещей. Оставляла пакетик, кстати, показать, как приходит. Вот так просто пакетик. Под кожаную куртку хорошо это надеть. Так, классно. И вторая покупка тоже в бюджет. Это уже Zara. В Zara я заказывала, сейчас скажу, я заказывала кожаную юбку. Из-за как кожа. Джинсы. Неудачно. Они очень классно сидели. Прямо вот одни из лучших. Просто подчеркивали фигуру классные джинсы. Но они порвались сразу же. Стали по швам. Во-первых, я когда их натягивала, оторвала шлевку. Кажется, на второй или третий раз. И потом прямо на шве сзади вот так вот стали расходиться. То есть ткань оказалась какая-то некачественная. Но не стала возвращать. Хотя прошла всего лишь неделя, по-моему, после покупки. Не стала возвращать. Покупала еще со скидкой. Очень дешево они мне обошлись. И еще у меня были джинсы. А им, по-моему, лет 7, наверное. Да. Синий. Ой, черные джинсы с дырочками на коленях. Они классные. Вообще ничего с ними не произошло. Единственное, что я их подкрашивала. Наибравда с разводами стали. Вот. Ну, теперь купила другие джинсы вот такого цвета. Мне очень понравилось. Серый, серый цвет. Классный. Вот. У них тоже очень хорошая посадка. Я их показывала в Инстаграме. Покажу и вам тоже. Вот. Посмотрите. Они так прям хорошо облегают. Подчеркивают правильно нужные места. Я вообще хотела черные купить. Черные под свои ботинки Dior. Кто помнит, в прошлом году их показывала. Но в итоге решила купить серые. Потому что у меня черная куртка, черные ботинки. Думаю, ну пусть будут серые джинсы. Но они оказались очень такими прохладными. Я вообще хотела потеплее. Ну, можно заказать еще какие-нибудь. Сидят они чуть-чуть похуже, чем те. Я хотела даже те заказать. Прям вот точно такие же. Но их уже не было. Я открыла историю покупок. В истории покупок написано, что таких уже нет. Так жалко было. Сделаны они в Турции. Это 36 размер или 26, не знаю. Европейский 36 размер. Сделаны в Турции. И здесь есть вот такой кружочек. Я смотрела одного блогера. Она сказала, что кружочек это значит базовая коллекция. Есть еще, когда треугольничек, это значит модель заужена. Но в принципе это зауженные джинсы. Тут мог бы быть и треугольничек. Есть еще версия, что квадратика это мужская коллекция. В общем, наверное, только одной заре до конца, до подлинной известно, что значит эти все обозначения. Квадратики, треугольнички и кружочки. Ладно, не будем на это смотреть. В принципе, там достаточно понятно на сайте все. Шиты они неплохо, ровные строчечки. Но, правда, ниточки не торчат в некоторых местах. Но стоят они 3200. За 3200 можно было бы поровнее строчечки. И тысячу же рублей. Вот такие брючки узенькие, симпатичные. И, наверное, все-таки я закажу себе еще что-нибудь. Вообще, я считаю, что у Зары очень хорошая посадка. И вот то, что они сделаны в Турции, наверное, это тоже имеет значение. Потому что я помню, когда я раньше покупала турецкие джинсы, они сидели лучше всех. Сейчас у меня есть джинсы, которые тоже очень хорошо сидят. Это Redown, по-моему, так называется. Потом у меня были прекрасно сидели Ferre. Как я их любила. Я их красила столько. Я не хотела с ними расставаться. Они были крутейшие. Не просто джинсы, они были красивые джинсы. Вот. У меня еще были Versace. Я сейчас ушла в свои воспоминания. Versace были у меня туфли. Огромный каблук, знаете, для танцев на пилоне. Платформа, малиновая подошва, сами черные. Черная кожа в сочетании с лаковой. Не знаю, может кто-нибудь помнит. Такие туфли. Они были очень красивые. Они были заметные. Их все сразу видели. Я была высоченная. И вот эти джинсы я надевала. Классно. Как я ходила еще каждый день. На этих кабуках огроменных. Я бы сейчас, наверное, прям просто не смогла. Даже, мне кажется, дойти просто до ближайшего магазина. Мне и то не хочется. Вот так. Я только если на машине выйти, зайти, да. А вот уже носить так, как раньше, не могу. Прямо видно за себя что-то такое. Я путалась. О чем я говорила? Забыла. Так. Которые хорошо сидят. Джинсы Page. Еще очень хорошая посадка. Saint Laurent. Не все. Некоторые почему-то у них именно вот прямо на бедрах очень сильно заужены. Талия просто пошире. Это европейский стандарт. Наверное, талия широкая. И на бедрах очень узко. Потом снова широкая. Но можно найти такие модели, которые отлично сидят. Вот если найдете, вот просто я помню одни джинсы, о которых я очень жалею. Это уже серые Saint Laurent, что я их не купила. Есть у меня в жизни вообще несколько таких вещей, о которых я очень жалею. Это была одна юбка до середины колена. У меня вообще не идет такая длина. Это была первая, единственная и последняя, наверное, юбка в моей жизни, которая мне шла. Вот эта длина. Очень красивая. Я даже, по-моему, за ней вернулась, но ее уже не было. Вот эти джинсы я о них жалею. Что-то еще было, я не могу сейчас вспомнить. Но есть некоторые вещи, к которым я возвращаюсь, вспоминаю, думаю, ну почему же я не купила. Ну, это Zara. Очень хорошая посадка у Zara. Еще у меня были одни джинсы. Ну, это были турецкие джинсы какие-то. Да, я в них ходила. Прям тоже очень-очень они хорошо сидели. Вообще, я помню, что раньше у меня вообще не было проблем с джинсами. Я вот их покупала, они все хорошо на мне сидели. А потом, когда появились вот эти вот европейские джинсы, они как-то уже стали. Не с этой посадкой. Наверное, европейская посадка – это примерно тип фигуры, как, если вы помните, фильм «Другая женщина» с Камерон Диас. И «Притворись моей женой» – мой любимый фильм, один из любимых, комедийный. Вот там как раз у вот этой молоденькой девушки была такая фигура, когда вот бедра прямо идут вот так вот раз и к талии. То есть не вот такая вот восточная фигура, как, например, у меня. Большая восточная фигура все-таки. У меня спортивная восточная фигура, вот так, наверное. А все-таки бедро как-то продолжается больше и сразу к талии переходит. Поэтому, наверное, у них бывает и талия пошире, чем в турецкой посадке. Но мне больше, конечно, турецкой не подходит она больше. Теперь я еще хочу купить сюда какой-нибудь кулончик. Вообще и на черную водолазку мне очень хочется купить золотой какой-нибудь кулончик. В смысле, не обязательно, чтобы это было золото. Я имею в виду какую-нибудь бижутерию красивую золотую. Вот посмотрим, надо поискать. Очень жалею, вот еще о чем я жалею, сережки не купила недавно. Фирмы Ля Маре, по-моему, так это называется. Такие красивые. Искала в интернете, нигде их нет. И в магазине тоже нет. Ну, посмотрим, вдруг появится. Не теряю надежды. Ладно, если вам что-то понравилось, такое в конце вам скажу. Если вам что-то нравится очень сильно, обязательно покупайте. Потому что потом, к сожалению, эти портят жизнь. Хотя нет в этом ничего страшного, но все же. И с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Удачных вам покупок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok